Вы меня ловите, если что, в объектив. Давайте познакомимся с вами. Меня зовут Максим Асовский. Я иногда читаю лекции в Капитанской школе дизайна. Фактически каждый год я подвожу здесь такой лекции, итоги того, чем я занимаюсь в течение года. А именно я продвигаю сам понимание системы мыследеятельности. Системы мыследеятельностного подхода, который был, по сути дела, рожден и придуман, если так можно сказать, но на самом деле являлся следствием эволюции философских представлений на философском факультете МГУ в 50-е годы. Ну и, соответственно, уже в течение практически 60-ти больше лет развивается на территории бывшего Советского Союза. К сожалению, за пределы территории бывшего Советского Союза никуда не двигается, но, в общем, можно рассчитывать на то, что и будет, в конце концов, сделан свой вклад в историю представлений о мире, о деятельности, в том числе с использованием тех представлений, которые родились на нашей родине, в Москве, ну и, по сути дела, по всей стране, потому что представители этого системного подхода. Есть и в Красноярске, и в Армении, и в Прибалтике, и на Украине, и везде. Этот подход был, по сути дела, на философском факультете МГУ. Зачат, так скажем, в московском металлогическом кружке, организовал который Георгий Петрович Чедровицкий. В этом году мы отмечали юбилей со дня рождения, со дня организации московского металлогического кружка. Там еще будет событие, вы это можете все посмотреть на сайте фонда Георгия Петровича Чедровицкого. Ну, а я, собственно, вам буду излагать свою интерпретацию того, что было сделано кружком, и как это вообще относится к системному подходу. Я бы хотел тоже с вами познакомиться, если возможно, там, как-то по минутке скажите, кто вы, что вы и чем занимаетесь. Я, в общем, сторонник того, что наше общение должно быть общением, и не лекцией. Я прошу вас добавить в меня, друзья, на фейсбуке, я дня три назад написал о том, что еще 115 лет назад один из деятелей педагогики, академик, ну, тогда Российской академии наук, со ссылкой на Пирогова, сказал, что лекции – это устаревший формат, и, скорее всего, они появились из-за того, что книгопечатание было распространено плохо, и является, ну, по сути дела, переживкой того, что не было книг. Поэтому я сторонник, ну, такой, во-первых, открытого общения, во-вторых, самостоятельной работы, ну, и потом еще расскажу, почему. Поэтому начинайте, то есть, ну, я бы хотел с вами познакомиться. И скажите, что вы ждете, главное, эффект? Ну, давай, давайте, по-тругу. По-тругу, да? Меня зовут Марина, я занимаюсь проектированием и созданием технологических сервисов. Громче. Нет. Что жду? Ну, наверное, какой-то новой информации и подхода, методики, которые, возможно, еще не сталкивалась, если бы сталкивалась, когда-то читала, но забыла, попробовать на практике. Практика – это классно. Спасибо. Меня зовут Лена, я занимаюсь графическим дизайном. Жду, наверное, того, чего и Марина, да, и то, что вы сказали, что будет много практик, это очень круто. Я этого тоже жду. Меня Юр зовут, я занимаюсь интернет-банкингом. Что жду от этой лекции? Ну, вообще, на самом деле, интересно, что такое, что можно рассказать именно в системном подходе к мышлению, к деятельности, это понятно. Есть некие методики по структурированной информации, анализу и так далее, а вот интересно подключить именно в системном подходе, к мышлению. Меня зовут Ярослав, я работаю цельное дело, занимаюсь построением процессов и их оптимизацией. А от лекции я жду таких дизайний, которые будут пригодны им это чуть-чуть, чем-чуть, чем-чуть, чем-чуть. Добрый день, я зовут Евгений. Я сейчас занимаюсь анализом и улучшением интерфейса в сутсотовом. Ну, для меня, в общем, вообще, Блитако в целом стало расширением сознания, тем улучшением совсем много знаний. Я надеюсь, что здесь, наверное, в курсе шаблоны, грузованные, стандартные пащины, пащины уже шире. Меня зовут Владимир, я занимаюсь управлением на небольшой рекламной студии, ну а курс, так же, наверное, как и все, жду, чтобы новые методики подходят, собственно говоря, на практику самосудовую. Валерий занимался очень большими, различными спецификами, сейчас последние три года студент в Британе. Девушки, мы знакомимся? А, у нас у нас есть серия, и я поправлю, а сказать, что мы занимаемся? Да, я тоже жду от лекций. Да. Да? Все, да. Я занимаюсь аккредитивным менеджер-дизайнер. Каким? Аккредитивным менеджер-дизайнер. У меня же движение, я менеджер в архитектурную мюро, что еще надо сказать? Что ждуете от лекций? Лекция называется «Системный подход с решением еды». Спасибо. Значит, коллеги, я вам сказал, что лекции я не люблю, и все, что я буду рассказывать, я понимаю, что это будет сказано в атмосфере. И самый главный предмет, который меня будет понимать, это видеокамера, я ей, по сути, делаю всегда и рассказываю все эти лекции. Лекции вообще нельзя рассказывать, потому что все надо только познавать свою деятельность. Поэтому, в общем, основной идеей системы мыследеятельностного подхода, системного подхода в той школе, в которой я воспитан и развиваюсь, является то, что не существует мышления отдельно, деятельности отдельно и коммуникации отдельно. Все это единый процесс мышления, коммуникации отдельно. Значит, для того, чтобы объяснить, что я имею в виду, в кружке была разработана такая схема, называется «Схема следеятельности». Я был бы рад, если бы вы ею когда-нибудь воспользовались и увидели ее юридичность. Но она была разработана достаточно поздно. Первой схемой, которую я обычно даю на таких вот встречах, является схема акта деятельности. То есть, та схема, которая появилась гораздо раньше. В общем, ну, для людей, которые связаны с какой-то деятельностью, это не будет никаким открытием. Потому что деятельностью в системном подходе щедровецкого, в московском металлогическом кружке, считается следующий процесс. Это когда из исходного материала появляется некий конечный продукт. Такая деятельность является целевой, и чтобы конечный продукт получить, нужны знания, способности и средства. Вы можете записывать. Вот, собственно, что такое деятельность. Еще подождем, да, коллеги? И познакомимся, да? Да, подождем. У меня вчера на Фейсбуке был пост, я каждый день делаю какой-нибудь пост на Фейсбуке, где рассказывал о разных, ну, на мой взгляд, выдающихся и, может быть, не очень заслуженно забытых в настоящее время людях. А иногда о наших современниках, которых мы не знаем. И вот у меня вчера был пост про Керженцева, который в начале 20-х годов создал какую-либо время. Он вообще был, ну, одним из главных людей в Советском Союзе, потому что занимал пост управляющими делами Совнаркома. А Совнарком это было правительством. То есть, в последствии дел, он был руководителем администрации и правительством. Ну, достаточно сказать, что главой Совнаркома сначала был Ленин, ну, там, потом Молотов, вот, Керженцев был управляющим делами Совнаркома при Молотове. И Керженцев рассказывает о том, что он сидел как-то на совещании с одним американским журналистиком, он, значит, американский журналист, после того, как они два часа прождали, пока начнется совещание, он спросил, а сколько людей присутствует в зале. Он говорит, три с половиной тысячи человек. А это, говорят, что в основном люди рабочие специалисты, он говорит, да, в основном вот рабочие, токарь, слесарь, он что-то пометил плотно, он говорит, ну, это вообще три с половиной тысячи часов, человека-часов, за это время можно построить аэротор. Вот, поэтому мы не когда-то опаздывают, мы должны думать о том, что за то время, пока мы не общались, мы могли бы построить аэроплан, если бы мы были вместе. Вот, друзья, мы с кем-то из вас не познакомились, там, коллеги представились в основном, а чем занимаетесь и что ждете от лекции? Дизайн занимаюсь, я думаю, что я сейчас походу узнаю. Хорошо. Очень благодаря, я в студии, я практически дизайн, но тоже пока не знаю, что да. Кирилл, практически дизайнер, вот в ожидании тоже чудо. У меня зовут Толя, я художник-постановщик кино, и тоже ничего не забываешь. Привет, меня зовут Дима. Привет, Дима. Мы любим тебя. Я занимаюсь хейкспроектированием, все. Я не знаю, что ждать, очень сложное, интересное название, мне кажется, будет интересно. Для анализа мышления. Хорошо. Это легко. Значит, вот эта схема деятельности, как-то деятельности. Это когда из исходного материала получается конечный продукт. Знания, способности и средства нужны для того, чтобы осуществить такую процедуру. Она имеет под собой цель. Мне эта схема вообще очень нравится. То есть я ее дочери рассказывал, мне кажется, она так здорово структурирует мышление. То, что я ее воспринимаю следующим образом. Она говорит, у меня есть цель, и мне надо ее достичь, для этого нужны знания, способности и средства. Какой план потерялся? Потерялся план превращения материала в конечный продукт. То есть иногда мы действительно воспринимаем деятельность вот таким образом, и это другой совершенно взгляд на место. Ну, видите, да, что вот другое. В общем, вот в Московском металлургическом кружке был разработан ряд схем, которые, по сути дела, могут показывать, как устроена деятельность. Вы действительно видите отличие первой схемы от второй? Нет. Нет. Просто я не... Поблизься. Первая схема. Мы исполняем, наверное. Значит, смотрите, вот здесь есть исходный материал, вот здесь есть конечный продукт. История материалов, исходный материал, конечный продукт. Да. А в втором знание... Нет, смотрите, вот это вот схема актов деятельности. Для того, чтобы исходный материал превратился в конечный продукт, нужны знания, способности и средства. Так думали в Московском металлургическом кружке в 50-е годы. Я эту схему рассказал дочери. Дочь сказала, все понятно. Для того, чтобы достичь цели, нужны знания, способности и средства, она сказала. Я говорю, какой план при этом потерялся? Потерялся план превращения исходного материала в конечный продукт. Тем не менее, вот я сейчас утверждаю вам, что не существует никакой деятельности, в которой не происходит превращение исходного материала в конечный продукт. То есть, вся история человечества – это изменение материала. По сути-то, извините, по сути-то ничего не потерялось. Потому что ваша дочь рассуждает абсолютно правильно. Она ставится цель и ищет инструменты достижения этой цели. Но цель – это нечто эфемерное. И результатом этой цели является всегда продукт. Ну, неизвестен, да? Почему неизвестен? Ну, моя дочь занимается танцами, поэтому для нее цель – это заниматься танцами, стать чемпионкой в России. Это и есть продукт. Нет, просто и есть продукт. Слово-техни, в любом случае, это ее собственное неотъемлемое умение, которое у нее есть. Она не берет его в расчет. Вообще-то, это ее с кем-то. Ну, хорошо. Давайте это отложим. Значит, и будем считать, что… Ну, вот вы видите вдвоем, что здесь существует еще и в ее движении исходный материал конечный продукт, а она это не видит. Почему мы говорим, что она это не видит? Потому что она это не рисует. То есть, она потеряла этот план и рисует только то, что у нее есть. Ну, по сути дела, ну, давайте я вам еще до конца поввожу то, что, в общем, мне сегодня важно рассказать. А потом вы сами будете что-то делать. То есть, вот существует какая-то деятельность, здесь знание способности средства, эта схема старая. И для того, чтобы увидеть деятельность, нам, по сути дела, надо от нее отстраниться и вот таким образом на нее посмотреть. То есть, это, ну, такая тоже достаточно сложная мыслительная процедура, представить деятельность, отстраненная от себя. Некоторые, в общем, это сделано в состоянии, там, живущие на земле, некоторые не в состоянии. Я считаю, что первый раз такую процедуру проделал Будда, когда остановился и сказал, собственно, куда мы идем, зачем мы идем, что мы вообще хотим от жизни. Значит, сейчас я утверждаю то, что большинство из нас находится в постоянном колесе жизни, в рутине деятельности. Каждый день делают примерно одно и то же, большинство из нас никогда не задумывались, зачем мы это делаем, как мы это делаем. И, по сути дела, мы говорим о рефлексии деятельности отсутствует, отсутствует, ну, по сути дела, в нашей индивидуальной жизни, как мы ее живем, зачем мы ее живем и, в общем-то, что мы делаем. Также отсутствует коллективная рефлексия предприятия, ну, там, условно говоря, где мы работаем или на предприятиях, куда мы приходим и смотрим, как они работают. И, в общем, это очень важная процедура, которую, в общем, мы отмечаем, и она выглядит вот таким образом. То есть, вот здесь вот, по сути дела, вот эта фигурка находится в рутине деятельности, и мастерский методологический кружок выделяет еще один план. Это такой план рефлексивный. То есть, надо у него выйти, чтобы вот так увидеть деятельность сверху. Вот такая, по сути дела, процедура, которую, ну, физически проделывать нельзя, ну, наверное, возможно, сесть на самолет, и если у вас какая-то большая деятельность в географическом пространстве, облетите ее на самолете или там на вертолете и посмотрите, чем там люди занимаются. Но, на самом деле, мы вот такую процедуру проделываем в мышлении. То есть, мы выходим из своего рутинного состояния и начинаем задумываться, собственно, а как у нас организована деятельность, в которой мы участвуем. Я считаю, что этот план, он в том числе управленческий. Потому что такую процедуру по отношению к деятельности топ-менеджер должен проводить постоянно. Насколько он управленческий, но и не стратегический? Сейчас мы об этом поговорим. Он должен проводить постоянно. То есть, он как бы выходит из своего текущего состояния и смотрит на деятельность сверху. Очень интересно, что, ну вот как практически мы это применяем. Ну вот, когда я прихожу на какое-нибудь предприятие консультировать, да, я прошу людей нарисовать свою деятельность. То есть, ну и жду, что колите, что-то нарисуют. Есть такая методика Lego Series Play. То есть, можно вообще взять фигурки из Lego и свою деятельность просто построить. Показать. Ну вот, здесь у нас там отдел маркетинга, 6 человек. Здесь вот отдел продаж, здесь департамент, который графическим дизайном занимается, там 4 человека. И вот, прям исходя из этих фигур, посмотреть, а там, раз они как пуколки, да, встретились, о чем-то договорились и так далее. Ну, такая полезная и для руководителя, и для всех участников работы. То есть, Lego Series Play очень интересный метод, инструмент для того, чтобы организовать вот такое рефлексивное управление, ну, будем говорить так, ситуации и деятельности. Девушка, садитесь к нам ближе. Вы? Расскажите, кто вы. Может быть, ваши друзья первый раз услышат ваши имени. И что вы ждёте от сегодняшней лекции? Садитесь сюда. Ну, куда вам удобно, на самом деле. Мы все просто представлялись и говорили, чем занимаемся и что ждём от лекции. Мы всё прослушиваем. Меня зовут Даша, я работаю в крупной ВОЗ-корпорации. В департаменте, который занимается, ну, вообще, целом департамент информационной политики, но конкретно мой отдел занимается разными веб-проектами, сетями, сетями и сетями. Что ждёте от лекции? Ну, это же лекция по системному подходу к мышлению. Всё, вы ждёте системному подходу к мышлению. Что я вас сейчас запутаю? Сейчас начинаю, но не стану. Спасибо. Значит, смотрите. Я специально для вас рассказываю, что вот есть такая схема деятельности. Её придумали в Московском металлогическом кружке, который был в Советском Союзе. Он основал патологический кружок Георгия Петровича Дровицкий. И вот схема деятельности выглядит следующим образом. Из исходного материала делается конечный продукт. Это целевая деятельность. Для того, чтобы из исходного материала получился конечный продукт, нужны знания, способности и средства. Это такая схема, она рабочая достаточно. То есть она работает, когда у вас есть деятельность. А деятельность его называют. Любой процесс, где происходит превращение материала. То есть если там, условно говоря, в какой-то сервисном департаменте, в сервисном отделе превращение материала не происходит, значит, это часть большей деятельности. Значит, где-то добывают газ, превращают его в продукт и продают. А все, что вокруг, как бы, прилеплено, это все сервис по отношению к этой большой деятельности. То есть это вот эта деятельность. Ну, те, кто занимаются процессом, знают, что если сделают такую брейкдаун-стракцию, то вот весь этот процесс будет состоять из квадратиков таких деятельностей, из квадратиков операций, из квадратиков процессов. Ну и тоже там для общего сведения я вам скажу, что квадратик процесса был придуман в царской России жителям Польши, ну, Польша тогда была частью Российской империи, Карлем Адаминским, который находился в контакте с нашими американскими коллегами, которые занимались сайдс-менеджментом, с Тейлором, Гилбертом, и туда привез это представление о том, что вот существуют эти квадратики процессов, из них можно выстроить деятельность. Вот таким образом. Так я как рисую в квадратики процессов. Значит, для того, чтобы нам деятельность вообще себе представить, представить, а представить по-английски understand, да, то есть under, над, stand, стоять, так-то, то есть в этимологию посмотреть, значит, мы ее где-то должны поставить, ну, они говорят над, да, мы говорим пред, то есть пред ставить деятельность, то есть надо ее где-то вынести впереди себя, чтобы на нее посмотреть. То есть это такая мыслительная процедура. Эта мыслительная процедура выполняется разными способами. Можно ее выполнять в мышлении, то есть мы должны представлять деятельность каким-то образом. Я когда прихожу в компанию, типа Газпром, Газпром информ, говорю, нарисуйте ее, ну, и не я первый, там тот же Петр Кержевский, говорят, что управлял, что важно нарисовать деятельность. Первое, что он должен сделать, он должен ее нарисовать. То есть представить ее куда-то, где он бы мог на нее сверху посмотреть. И вот схема московского металлогического кружка, такая процедура рисуется вот такой стрелочкой, когда вот этот вот такой человечек, это мы называем позицией, а у якобы Марьян такая позиция, например, называлась социальным атомом, ну, то есть это не человек на самом деле, потому что здесь может быть группа людей, это вот позиция такая. То есть нам нужно вот сюда выйти и посмотреть на эту деятельность сверху. Я говорил, что такая процедура может быть организована так, что можно нарисовать деятельность, можно ее представить мышление у себя, можно вылепить фигурочки из пластилина, собрать их в отделы, посмотреть, кто как ходит между собой, и так далее. Значит, вообще деятельность управляем не только мы. Это вот такой второй важный момент. Кроме нас, деятельностью, если мы захотим ей управлять, и в этом смысле, как бы я такой делаю сильный тезис, говорю, управление не существует в том представлении, в котором мы привыкли его полагать. Потому что есть как минимум шесть позиций, на мой взгляд, которые занимаются управлением. Если одна из них наша, то пять других не наши. Одна из позиций – это вот такой архитектор, который задумал деятельность. У кого здесь собственная предприятие есть? У кого-то есть. Значит, вот человек или группа друзей задумали деятельность, они ее представили у себя в мышлении, они друг другу ее рассказали, они, может быть, ее станцевали друг другу, нарисовали друг другу, нарисовали общий план этой деятельности, а дальше происходит следующее. Знаете, как со строительством. То есть, если я, ну, как бы архитектор, хочу сделать ремонт в квартире, ну, не архитектор, а просто хочу сделать ремонт в квартире, вот у меня есть какое-то представление об этом ремонте, а дальше приходит там прорак, и делает по-своему. Почему он делает по-своему? Потому что у него собственное представление о моем ремонте, если я ему не дал эскиз. Значит, знакомая ситуация, да? Значит, по сути дела, директор, если это не вы сами, а если это большая компания, он будет собственным образом, в соответствии с теми представлениями, которые у него есть, управлять этой деятельностью. Дальше есть, конечно, такая позиция, как инвестор. Ну, в какой-то момент, там, если вы в ремонте квартиры сами и инвестор, да, вы, в конце концов, заканчиваете всю эту ерунду с рабочими, которые пришли, с прорабом, и говорите, денег больше не дам, дизайнера увольняете, ну, и начинаете все по-новому. То есть, оказывается, тот, кто вносит деньги в деятельность, у него тоже есть своя, ну, как бы, собственная прерокатива управления. Ну, и, в принципе, здесь, вот то, что я рассказал, архитектор, инвестор, директор, это достаточно понятные позиции, они могут быть слеплены на одном человеке, ну, и человек, в общем, будет думать, что он, на самом деле, один управляет этой деятельностью, что это не три разных позиции, а одна. Но еще, кроме этого, есть, например, такая позиция, как best practice, да, та самая стратегическая, которая заставляет нас думать о том, что происходит в будущем вообще. А может быть, есть люди, которые уже деятельность такого же типа организовали более эффективно, и которые нас с рынка, с этого вытеслили. У них все дешевле, качественнее, лучше, материалы более новые и так далее. То есть, это вот такие, ну, это я называю позицию best practice, да, она очень стратегическая, и на самом деле это конкуренты такие. Раньше их убивали всегда, но, в общем, это именно те люди, которые заставляют нас учиться и двигаться вперед. То есть, всегда где-то есть вот такие, я их называю, черные головы, которые меняют мир, и все на них смотрят, а что там происходит. Потому что будущее, оно просто вот, оно распределено по разным территориям на Земле, и уже где-то существует. То есть, и, ну, там, время, оно вот, раскидано в пространство, и на самом деле, ну, никакого времени нет. То есть, любая ваша идея, ну, можно сделать такой вывод, если она не реализуема в Москве, или в России конкретно, то всегда найдется территория, где эта идея будет уместна, потому что люди живут в разных временах, в разных культурах, ну, и стоит отъехать, там, куда-нибудь, на 200-300 километров, у нас вы почувствуете, что и движение времени совершенно другое, более медленное, и люди живут в каком-то другом году, не в 2014. А почему именно черное головное термин? Ну, хотите, назовите себе. Не, просто, да. Да. Значит, смотрите, есть еще одна позиция, это кастомер-фук. То есть, это, я считаю, за эту позицию отвечает как раз дизайн мышления, и смотрит ее, изучает очень внимательно. То есть, это потребитель, который в какой-то момент может сказать, что я не хочу этот товар. То есть, помните, как с пейджерами? Раз, и все быстро очень закончилось. Буквально за, не знаю, 5-6 лет. Вроде еще люди все ходили с пейджерами, и компании все работали, а потом раз, пропал. Ну, а за этим стояли, конечно, ну, там, какие-то миллионные вложения, большие бизнесы. Точно так же, как сейчас там. С наземной телефоней все это происходит. Ну, и есть еще одна позиция. Это тот, кто позволяет им всем договариваться между собой. И я вам, на самом деле, нарисовал примерную модель, которая используется в Microsoft Solution Framework, в Oracle. То есть, это такая мультипозиционная структура, которая позволяет управлять деятельностью. То есть, когда разрабатывается новый продукт, в Oracle или в Microsoft, то там создается рабочая группа, вот поэтому примерно принципу. А вот что, как правительство или это кто? Ну, он, смотрите, он может быть председателем Совета Директоров, он может быть модератором, он может быть на самом деле предпринимателем, потому что предприниматель... А что он отвечает, когда директор или администратор, или администратор? Ну, вот, директор, он занимается рутиной, он администратор. Архитектор это тот, у кого идея в голове, он сам, собственно, может и не строить. У нас же есть архитектор, есть же те, которые отдают, по сути дела, свой проект на конкретное воплощение другим людям. Ну, и сами его не финансируют. Что у нас здесь получилось? У нас получилось, что в рефлексивном слое существует набор позиций, которые управляют деятельностью. Учитываем мы это обычно, не учитываем, не очень понятно. То есть, в идеале хотелось бы, чтобы мы это учитывали. То есть, когда я провожу игры в компании, которые позволяют нам взглянуть рефлексивно на деятельность, тогда я сажаю по 6 человек за столами, и в какой-то момент прошу людей занять определенные роли. То есть, предварительно, они, например, могут быть вместе, я говорю, вот этот стол инвесторов. Вот договоритесь между собой, как ведут тебя инвесторы, разработайте правила для инвесторов. Ну, и люди работают как инвесторы, обсуждают правила, которые есть, а какие-то люди обсуждают стратегии. Ну, и по сути дела находятся в этой позиции. А кто-то обсуждает деятельность, как она есть, как обычно. А кто-то обсуждает поведение клиента. А потом каждый из этих позиций собирается вот так за крупным столом, они остаются как бы в роли инвестора. Знаете, на них шляпа инвестора такая. Есть такая технология, 6 шляп мышления, там людей распределяют по психологическим типам, а здесь мы распределяем людей по позиции. и они должны смотреть на деятельность с точки зрения вот тех позиций, которые я рассказал вам. Значит, и все было бы неплохо, но это только, так скажем, один взгляд на эту деятельность. Первый. Он уже такой мультипозиционный, но я буду говорить о том, какие еще есть. То есть, смотрите, здесь есть вот такой взгляд. То есть, они вот так вот смотрят на вот эту деятельность, которую я бы обозначил значком 1. Значит, теперь я скажу еще один сильный тезис. Первый тезис, я сказал, что управление не существует, потому что нам все время все мешают. Да, и пока мы за круглый стол внесения не договорились о том, как у нас будет выглядеть деятельность со всех этих позиций, мы не удерживаем баланс этой деятельности. То есть, представьте себе, если будет все время на себя тянуть деятельность инвестора, или постоянно будет тянуть на себя деятельность директор, или постоянно будет на себя тянуть деятельность тот, который фокус на потребителя, то есть, у нас будет вся эта конструкция заваливаться. Теперь я говорю второй важный тезис. не существует никакой информации. Между вот этими позициями существует разрыв в коммуникации. Ну, по оценкам тех, кто занимается коммуникацией в теории, да, они считают, что этот разрыв примерно 70%. То есть 70% из того, что я вам сейчас передаю в своем сообщении, не передается. Ну, мысль невыразимая. Даже если я вам напишу что-то, даже если нарисую, я передать это не смогу. Хотя, ну, как бы шансов, когда я это рисую, гораздо больше, чем если просто пишу большое техническое задание. Почему это происходит? В схеме мыследеятельности, которую я продолжаю рисовать, есть третий слой, слой мышления. В этом слое мы представляем, что у каждой позиции есть в мышлении такой планшет. Присаживайтесь сюда, достойно. Планшет, состоящий из двух досок. Первая доска объектно-онтологическая. Вторая доска ворк-деятельностная. Что такое объектно-онтологическая доска? Два там есть слова. Объекты и антология. Антология для простоты – это картина мира. Значит, то есть там есть в мышлении такая доска, на которой есть картина мира, в которой хранятся объекты, которые мы успеваем захватить из действительности. Там, например? Мышление. Ну, вы как себе мышление представляете? Мышление? Да. Это процесс? Ну, а физически? Физически? Да как угодно. Мне кажется, все, что мы делаем, это есть мышление. Ну, это красивая, конечно, метафора, но почему мы так делаем? То есть тогда мы ничем не отличаемся от собак. Но это вопрос из серии «Как устроена Вселенная?» я затрудняюсь в нем ответить. Ну, примерно, ну, не знаю, Декарт представлял себе, например, что в мышлении есть такая голова у человека, сюда что-то заходит, и потом, соответственно, отсюда что-то выходит. Ну, с тех пор представления, по сути дела, не сильно поменялись, но он считал, что это индивидуальный процесс, а, ну, там, более позднее представление уже тех людей, которые называли себя марксистами, и Энгельс так считал, что это процесс коллективный, что человек, конечно, стал человеком, только в общении с другими людьми, и, по сути дела, в коммуникации с другими людьми, в деятельности с другими людьми. Помните, у него есть такая вырванная из контекста фраза, что труд сделал из белья на человека. Ну, смотрите, мы к этому вернёмся, но вот в Московском металлогическом кружке существует представление о том, что есть две доски, на этой доске есть такие объекты, в картине мира. Я не могу сказать название? Объектно-онтологическое и оркодеятельность. Ну, какие-то, в общем, объекты, да, у нас. Кто из вас знает, что такое татами? Татами. Да, татами. Ну, вот просто поднимите руки, просто вот руки поднимите. А кто не знает? Все страны. Кто не знает? Все знают? Да, я совершенно не уверен. Вы не знаете, да? Я просто в журнале «Космополит» много лет назад прочитал, что женщины в большинстве своём не знают, что такое татами. Давайте лучше выназадим другой пример. А, какой? Ну, такое шестиступенчатое ДСГ. Скажем? Сейчас там... Хорошо. Иногда людей скажут, что не знают, что это такое. Хорошо. Значит, кто знает, что такое шестиступенчатое ДСГ? Ну, слава богу. Значит, смотрите, то есть вот у четырёх людей существует такой объект мышления, а у остальных не существует. И эти люди, по сути дела, отличаются между собой. Причём мы не можем сказать... Так что такое шестиступенчатое ДСГ? По гугле. Репостирована игрока передач в автомобиле. Ну, просто тем, кто стоит. Ладно. У меня стоит, ладно. У тебя стоит в тимуане. Почему ДСГ? У тебя ДСГ? Потому что... Коллеги, значит, ещё раз обращаю ваше внимание. То есть есть какие-то объекты в действительности, которые у одних людей существуют, а у других они не существуют. То есть и знают точно, из каких материалов была сделана вот эта стена, как она покрашена, наверняка видят недостатки, как это сделано. и может точно совершенно назвать артикул краски, которая вот отличается между собой вот нижняя краска и верхняя краска. Значит, и такие люди есть. И, соответственно, есть какие-то общие объекты в наших картинах мира, которые мы называем одинаково и понимаем примерно, о чём идёт речь. Причём, в нашем мышлении, то есть на нашей объектно-онкологической доске, существуют объекты, которые мы можем потрогать, такие вещи. А существуют объекты, которые мы потрогать не можем, такие как любовь, политика, государство. Какие ещё? Организация. Мышление. Мышление. И когда мы об этом говорим, эти объекты у нас отличаются. В нейролингвистическом программировании в НСП есть хороший пример. Представьте себе, что в этом помещении сидит кошка. Представили? Да. Все? Какая у вас ложка? Чёртная. Где сидит? На букву, на юг. У вас где? Рыжая кошка, орешек, вот на столе. У вас где? Там, в густо. Какая? Не знаю, серая. А у вас? Тоже рыжая, но где-то там. Да? Ну вот, видите, то есть у всех кошки разные, в разных местах. то есть и, по сути дела, казалось бы, кошка-то она, ну как может быть одна? Ну вернее, как она может быть разная? Она же понятна какая. Я вот, кстати, не представил, но я вас хорошо понимаю, что, в общем, ощущение того, что у всех разные кошки, все сидят в разных местах, ну, такой, ну, называют такой немножко шок, удивление. Почему? А? Почему? Нет, а вот я просто пытаюсь понять, например, почему, потому что у нас у всех разное разное представьте, пожалуйста, перед вами стол, тарелка и вилка. С какой стороны тарелки лежит вилка? С правой. На тарелке. У меня на тарелке. Нет, просто мне казалось, что есть определенный паттерн поведения, шаблон, шаблон. Смотрите, вы совершенно правы, я говорю, то, что касается видимых вещей, это все достаточно, ну, так скажем, просто. Когда мы говорим о сущностях, которые невидимы, такие объекты называются интеллигибельными, которые нельзя потрогать, такие как организация, успех, эффективность, цель, красота, в общем, ну, много всего. То у нас у каждого они свои, потому что, ну, нам не на что взглянуть и пощупать, как это выглядит. и мы, по сути дела, в коммуникации каждый раз восстанавливаем, о каком объекте идет речь. Тем более, что мы с вами, ну, вот, начинали и продолжаем говорить о какой-то общей деятельности, которая существует. И вот это все у нас происходит в деятельности. То есть, и коммуникация идет по поводу деятельности, и мышление у нас, на самом деле, о какой-то деятельности, которая у нас здесь внизу расположена. Ну, и, соответственно, вот, когда у нас два таких позиционера общаются, то у них объекты мышления разные. А на урокдеятельностной доске у нас находятся процессы. Ну, это, по мнению Московского Минологического Кружка. Это вот видение, как устроен мир с точки зрения нашей школы. Значит, здесь находятся некие сценарии базы. Как люди привыкли действовать. Как они видят, как действуют другие. И в этом смысле одна доска, по сути дела, отвечает за объекты, и за оргструктуры, и за оргструктурный план, и за элементы этой структуры. А вторая доска отвечает за процессы. За какие? Ну, то есть, кто-то привык к посуде, кто-то не привык. Кто-то встает чистый зубик, завтракает, кто-то послезавтрака чистый зубик. Кто-то работает одним образом, кто-то другим, кто-то представляет себе, что сделать дизайн сайта это быстро, кто-то представляет, что сделать дизайн не катится это быстро, будьте здоровы. Точно? Да? А кто-то знает, что это долго. И делают по-другому это, и в общем процесс совершенно по-другому построен. Ну, и по сути дела, в организации, когда здесь речь идет о большом количестве элементов, ну, таких механизмов, винтиков, большой структуре организации, людей, там существуют разные сценарии деятельности, и люди привыкли по-разному эти сценарии воплощать. Девушка, вы пришли, мы тут все представлялись, это такой шанс, минута славы. Да, скажите, скажите, кто вы, откуда? Здравствуйте, все. Да, и что ждете от лекции? Мне идет на тяже, что я занимаюсь работой с дизайнером в шахтах. Ну вот, и прошу прощения, что я познала, я думаю, что это были лучшие ваши часы за сегодняшний день. Я что еще вам сказать? Ну все, нету вопросов на тачке? Хорошо. Значит, здесь лежат процессы, и процессы мы тоже видим все по-разному уже. Видим разные процессы, и, по сути дела, видим разные сценарии. Ну, как вам доказать? Ну, человек, который ни разу не выезжал в стране, а таких у нас в стране почти 90% всех, кто не 80 тысяч. Ну, здесь все у нас не доска 48. Сколько процентов будет 10 за гранд-паспорт? россиян не выезжал за граниту, и для большинства из них прохождения таможенного контроля представляет из себя непреодолимую процедуру, которая, ну, в общем, вызывает шок, потому что люди ни разу этого не делают. Ну, и вы можете подумать о том, какие процедуры в жизни у вас вызывают такой же парьер, когда, ну, там, либо вы ни разу этого не делали, либо это было связано с какими-то проблемами большими, неприятностями, и так далее. В эти сценарии не хочется возвращаться. Значит, в этот момент мне хочется сказать, что, ну, давайте я вам так пример приведу. Я работал в одной компании, и когда работаю в компании, я имею в виду, провожу такую игру, да, мы называем такие игры в робдеятельстве, как раз о том, чтобы выйти в рефлексии, в рефлексивный слой вот-вот управленческий, посмотреть на свою деятельность со стороны. Значит, я прошу нарисовать компанию, и я знаю, что нарисовать компанию можно очень небольшим количеством способов, потому что таких игр я провел более 60, и я знаю, какими способами можно рисовать компанию. Компанию можно рисовать, как с орг структурой, со всякими элементами этой структуры и так далее. Это достаточно позднее представление. Вообще, вот, надо сказать, что, ну, вот, например, такие, ну, это же, как бы, цепочка отношений определенной, можно ее сравнить, там, с родословной, с какой-то, кто кому подчиняется, то есть, там есть некие зависимости и так далее. И вот, ну, во-первых, я сталкиваюсь с тем, что в компании нет даже штатных предписаний, зачастую, не говоря уже о таких, ну, понятных орг структурах, которые можно посмотреть и сказать, кто, ну, у директора, у управленческого персонала нет штатного предписания, ну, то есть, кто туда не смотрит, а? у менеджера нет представления о том, кто в организации работает, сколько человек, кто чем занимается, то есть, он на организацию как на орг структурные смотрит. Если у меня спросите, а как смотрит, он смотрит, как на, ну, условно говоря, на свой совет директоров и на направление, кто чем занимается. То есть, а сколько у кого в подчинении людей, директору не нужно отлично знать. Ну, и, соответственно, там, на наш взгляд, он и не управляет ничего. То есть, он управляет этим, как бы, коллективом людей, а, по сути дела, если он не представляет, из чего состоит организация, то он этой организации и не управляет. Так вот, я хотел сказать о том, что вы знаете, конечно, что в верхнем завете там написано, там, «Столько вы родил», и это достаточно большой список в Библии, несколько десятков страниц, это все рассказывается. Так вот, первый раз вот это все зарисовано в таком структурном представлении, расписана вся эта генетическая ветка десять веков почти спустя, то есть, где-то в десятом веке зафиксировано, нарисовано. То есть, люди сначала все-таки описывают деятельность словами, и только потом ее рисуют. И вот, например, организация, как урагуструктура, ну, я во всяком случае вижу, что начали рисовать достаточно полный. То есть, я вам уже говорил вот про Платона Михайловича Керманца, он вот в своих работах он разрисовывает урагуструктуру. Я еще не проверял, Тейлор это делал или нет, но во всяком случае в Советском Союзе это начиналось где-то в двадцатые годы. То есть, начинали расписывать опыт и опыт. Дальше организацию можно представить как процесс. Вы знаете, да? То есть, это вот есть такие квадратики бизнес-процессов, у вас есть группы специалистов, которые совершенно точно знают, как это делать. Вот некоторые люди могут представить организацию как набор процессов, в том числе рабочий процесс, который связан с превращением исходного материала в конечный продукт. И вот я в компании достаточно крупной, иностранной, говорю, нарисуйте, как он сруксирует. Они рисуют, как он сруксирует. Нарисуйте, как процесс. Ну, куда-то у вас машина приезжает с сырьем, как у вас здесь производство делается, потом, как она заезжает на склад, и как готовый товар уходит с предприятия. А теперь покажите здесь, какие есть роли на этом листочке. И они говорят, ну да, вот здесь вот у нас бухгалтерия, вот они вот такую работу выполняют, здесь кладовщития они вот такую работу выполняют, здесь вот директор вот такую работу выполняет. Я говорю, хорошо, а речь шла о внедрении информационной системы. А информационную систему можете нарисовать? Они говорят, можем, вот у нас здесь вот такие вот квадратики в этой информационной системе, нам надо вводить вот такие ну по сути дела уходы для того чтобы ввести учет той деятельности которую нас происходит на предприятии я говорю вы можете теперь вот это вот все нарисовать на одном листе они говорят это невозможно но я знаю что возможно в общем 15 минут не пришлось уговаривать чтобы они попробовали нарисовать это все на одном листе потому что речь идет об одном и том же ну а мне кажется для вас очевидно что это одно и то же правда ну да потому что в общем мне тоже кажется достаточно очевидно но тем не менее взгляд человеку устроен таким образом на деятельность то на все что угодно что выхватывается один из этих планов я пока еще до конца точно не могу сформулировать как это происходит но происходит примерно в следующем образом то есть едем в машине видим гаишника и думаем сволочь да это что значит мы увидели какой-то объект и в общем понимаем что этот объект он такой достаточно вредный для нас мы его не воспринимаем как часть какого-то процесса то есть мы его не воспринимаем как функцию как роль что это есть у него такая необходимость но это как бы как дождь как шлагбаум мы видим человек и в общем относимся к нему как человек значит другой страны мы например смотрим и говорим но есть вот такой процесс образования вот ну это вот можно образование там вообще учиться приходит но и преподаватели какие слова читают то есть процесс образования мы видим то есть в результате этого процесса должно наступить превращение нас более хороший качественный продукт но вот структура она вся плохая вокруг этого процесса если я про школе это за ну и по сути дела мы можем так с вами даже попробовать потому что я бы хотел оставить время и попросить вас нарисовать например город а потом мы бы сравнили что у кого получится даже мы можем нарисовать город в котором хочется жить да но вопрос в этих трех схемах вот с точки зрения рабочего процесса до 2 схемы как можно изобразить вот формы высокий-высокий топ-менеджмент ведь они с точки зрения процесса доставки приезжает фура что-то загружается дальше логистика что разводится продается ведь они условно в этом процессе не принимает непосредственно участие очень-очень хороший на самом деле вопрос потому что мы же так говорим что вот здесь вот мы знаем как разделить процесс да вот в этом рабочем процессе о котором вы говорите и здесь действительно топ-менеджмент он находится вот в этом слое управленческом и такую работу по разделению управленческого слоя и ну такого деятельностного на самом деле крупные корпорации стали проводить только в 70-е годы то есть там при бритиш петроли он это сделал я это видел например british american tobacco когда у них есть отдельно british american tobacco производства и british american tobacco они называют маркетинг то есть продажи и управление по сути дела то есть все что связано с таким интеллектуальным трудом и это у них разные предприятия и они к этому предприятию относятся как вот ну к такому роботизированному цеху то есть ну и в конце концов ну мы верим по сути дела в том что вся деятельность которая связана с физическим трудом и с превращением материала она в конце концов все будет автоматизирован потому что мы достаточно четко может детально разделить все процессы изменить машины а вот уже в этом слое слое мышление слое коммуникации в слое управления мы пока ничего роботизировать не можем то есть нам там приходится самим заниматься получается для каждого слоя получается свой процесс и там вот эту последнюю схему ну конечно да более того наверно таких схем бизнес-процессов да на нижнем уровне их может быть энное количество и нужно показать пересечении верхнего слоя и вот этих вот несколько бизнес-процесс они взаимосвязаны да ну тут вообще это очень тяжело и рисовать моделировать вот как раз системная инженерия научилась это делать например на машинах а на машинах потому что ну там атомных станций например моделировать например на уровне человека машинных систем на уровне организации системной инженерии конечно к этому еще не подходило то есть это вот как раз ну такой самый тренд современный современного системного подхода то есть то о чем говорить то есть как это все разделить как как это все нарисовать, а на самом деле еще есть вопрос, как это все загнать в компьютер, чтобы можно было потом это все крутить в 3D и смотреть, где какие люди. А может быть, как я говорил, может быть достаточно лепить это все из пластилина, если у тебя до тысячи человек работающих, и смотреть, как разделить управленческий слой от слоя деятельности, посмотреть, какие здесь рабочие процессы происходят внутри, потому что, например, такая организация, как МАЭСК, они занимаются не только генерацией электроэнергии, но и, например, заправками мобильными для электромобилей «Будьте здоровы!». Не знаю, может быть, у них еще есть какие-то подразделения, которые тоже, в общем, на самом деле я знаю, какие, просто сейчас забыл. То есть у них внутри разные процессы, в которых исходный материал превращается в конечный продукт. А это все происходит в одном предприятии. То есть и, конечно, управленцу 3 разных рабочих процесса попросил вас сесть вот именно на таким образом. Потому что, ну, один из таких важных, один из важных выводов, которые я бы сегодня хотел сделать, это то, что невозможно никакую систему удержать в одной голове. То есть работа в группе – это необходимое вообще условие для того, чтобы мыслить системой. Потому что ни одному человеку невозможно без общего, во-первых, флипчарта, а во-вторых, без мнения коллег увидеть, как работает система. Потому что даже нарисовав вот такое представление о деятельности, я должен вам сказать, что обязательно такая деятельность является частью еще какой-то деятельности, имеет собственную функцию, да, внутри какой-то деятельности. Потому что если мы сюда положим даже какой-нибудь «Газпром» или какой-нибудь «Банк», мы должны его рассматривать в масштабе всей страны, смотреть на него сверху. А потом еще в масштабе мировой экономики. А потом еще смотреть это в масштабе истории. То есть посмотреть на то, что будет, и как изменится это предприятие через несколько лет. И, в общем, римский император Марк Аврелий говорил о том, что мужчина, ну, мы можем сказать и женщину, потому что, собственно, нет. Считаем, что мужчина, или нет, створение, и женщина тоже доказали то, что они замечательно организуют все в жизни. Но римский император Марк Аврелий говорил о том, что мужчина к 40 годам знает все, что было, что есть и что будет. И на самом деле вот и основное требование, и образование, и там мое желание на сегодняшний день, лекции на этой, сказать вам что-то такое, чтобы вы знали все, что было, что есть и что будет. Счет того, что сейчас происходит старение нации, значит, это примерно к 60 годам. Ну, нет, конечно. Я думаю, что даже, я думаю, что, конечно... Ну, конечно, мы скоро будем 20 лет, же. Ну, конечно, когда мы в Мальцаковском возрасте, это было гораздо ближе к нам по истории 30 лет, сейчас это 45, простите, да? Ты просто не хочешь быть дома в Мальцаковском. Да я согласна, Илья. Не, я думаю, конечно, что сейчас современные ребенок знают столько, сколько во времена Марка Аврелия знал мужчину 40 лет. Ну, а потом он просто умирал, и все, 40 годам. Так что, коллеги, я бы хотел сказать, что, ну, вот этот взгляд, да, вот я пытался накидать, какие бывают взгляды на предприятие, да? Это тоже круглый стол, по сути дела, в котором есть 4 плана, как это зафиксировано в работе Московского металлогического кружка. Это оргструктурный план, то есть когда предприятие выглядит как оргструктура. Процессуальный план, когда мы можем представить предприятие как процесс. Это функциональный план, когда мы можем выделить, какие роли, сценарии этих ролей есть на предприятии. То есть что люди делают одно и то же. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Ну, один цикл. Каждый день люди приходят на работу, что-то делают. Каждую неделю есть, наверное, какие-то совещания. Каждый месяц есть еще одни совещания, месячные. Каждый год люди там приходят на работу, уходят в отпуск и так далее. То есть мы можем рассмотреть какие-то циклы. И материальные планы. То есть когда мы знаем, что из исходного материала получается какой-то продукт. И это все разные взгляды на предприятие. И на самом деле топ-менеджеры, или управленцы, или предприниматели, которые могли бы удерживать все эти четыре плана одновременно, глядя на предприятие, очень мало. Потому что это такое специальное, как бы системное управленческое зрение. А кроме этого еще, смотрите, на предприятие надо посмотреть с точки зрения бюджета. Но это же материальный там. Нет, материальный это исходный материал, конечный продукт. То есть это физический, который можно руками попробовать. С точки зрения бюджета нам надо посмотреть. Помните вот это вот все? С точки зрения клиента, с точки зрения администрации, с точки зрения бесправца, с будущим и так далее. И это все совершенно разные проекции. Эта схема, кстати, называется схемой многих знаний. Каких? Многих. В московском металлогическом кружке. Она вот именно так вырисовалась. Но это была дисциплинарная схема. То есть в этой схеме показывалось, что на один и тот же объект, например, на воду, биология смотрит одним образом, физика другим образом, химия третьим образом. А, например, искусство, культура, фотография, арт смотрит четвертым образом. И это одна и та же вода. Но она же пересекается междисциплинарной. Междисциплинарной – это специальная позиция. То есть если химик и физик встретятся и будут говорить о воде, они даже могут непонятного друга. Междисциплинарный подход, по сути дела, появился только в конце прошлого века. То есть вообще можно было говорить о междисциплинарном подходе. Конечно, это тоже сейчас острие вообще наук. Самый важный тренд, вы можете посмотреть в TEDx где-нибудь презентации, выступления, где просто рассказывается, что самое важное открытие сейчас делается на стыке наук. Потому что науки просто разбежали друг от друга. И каждая занимается своим. Потому что когда у тебя есть объект и своя коммуникация по поводу этого объекта, в конце концов, это просто превращается в такую, в хорошем смысле, секту со своим языком. И достаточно трудно уже вступать в коммуникацию с другими людьми, школами, направлениями, дисциплинами по поводу того же объекта. Значит, я, в принципе, наверное, рассказал вам все, что хотел. Сколько у нас времени? Я должен, мне кажется, закончить в час. У нас еще 42 минуты. Да. Порисуем, скажем, можно? Да. Сейчас я скажу вам еще одну важную вещь. То есть, когда управление возможно все-таки, то есть, смотрите, мы сюда выходим в рефлексию и пытаемся коммуницировать по поводу общего объекта, имея в виду, что коммуникация невозможна. Но мы пытаемся в различными способами донести свои представления об объекте. То есть, мы рассказываем, рисуем, пытаемся найти, что называется, общий язык. И каждый раз возвращаемся снова в деятельность. И если мы наблюдаем, что деятельность становится более эффективна, то есть, мы получаем от этого удовольствие и понимаем, что она становится более эффективна, то, собственно, это означает, что мы нашли общий язык, у нас сложились общие представления о деятельности, а если они не сложились и остается этот разрыв в коммуникации, мы снова должны выходить в рефлексию, коммуницировать по поводу действительности, по поводу деятельности, снова синхронизировать свои представления и снова сюда возвращаться. То есть, в принципе, таким образом, хочу я вам сказать, складываются эффективные организации, складываются, в конце концов, города, языки, страны, науки складываются. Это единый процесс. То есть, смотрите, это деятельность, коммуникация, мышление. Деятельность, коммуникация, мышление. И, в общем, на какой бы вопрос я не смог ответить, а с какого процесса началась история человечества. То есть, что было вначале? Что людей заставило стать людьми? Деятельность, коммуникация или мышление по поводу чего-то? У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому, по сути дела... Деятельность напрашивается. Напрашивается деятельность. Деятельность, мышление, которое рождалось в коммуникации. Ну, если взять пирамиду Маслоу, то, наверное, деятельность. Ну, смотрите, конечно, это считается, что есть, конечно, деятельностные представления. Отсюда это все пошло. Ну, да, что, ну, как бы, деятельность наиболее важная в этом процессе. И в конце 19-го века и в начале 20-го она и рассматривалась вообще как единственная, по сути дела, в этом процессе. А мышление было разделено. Ну, то есть, ну, вот существует отдельная деятельность, отдельное мышление и отдельная коммуникация. Но, когда выкинули вот эту возможность договора из деятельности, то тогда стали возможны в сталинские лагеря, ну, вот, появилась возможность не синхронизировать мышление. То есть, раз деятельность наиболее важна, и именно она отделяет нас от животных, то, собственно, зачем нужна коммуникация, зачем нужно мышление. Ну, сталинские, естественно, и фашистские тоже. Ну, там, может, другая ситуация, мне кажется, не стоит, конечно, здесь нет. Ну, там же разговоры произошло о том, что исходный материал, да, при организации в бонусе, словно, в лагере, не имея цены. У тебя есть очень мало ресурсов, ну, очень дешевые, там, безграничные дешевые и искоричные доступные ресурсы. Ты можешь отправить его куда хочешь, там, ну, как, для пачки денег ты можешь по идее недопить печку. Это глупо, но, по идее, ты можешь это делать. То есть, проблему сталинских инфрационных лагерей Германии составил он в том, что администрация всех, кто не знала, не видела ценности в этом ресурсе, а не видела в этом никто. Ну, смотрите, опять-таки, вы говорите о структуре, говорите о людях, а я говорю о другом. Я говорю о том, что тогда тоже решала задача управления. То есть, тогда решала задача управления, и была организована деятельность именно с философской точки зрения. То есть, под это была подведена философская база того, что, в общем, деятельность важна. Ну, а до этого еще были строчки у Фауста, труп миллионов рук, достоин высшей цели, которую построил УМ-1. Если у тебя есть средства загнать массу людей для того, чтобы выполнять свой проект, вот этот вот архитектурный, то ты, в общем, понимая, что любыми средствами надо добиваться цели, организуешь, в конце концов, на любом предприятии концентрационный лагерь. То есть, в концентрационном лагере не было ничего плохого, он достигал определенной концентрации людей для того, чтобы организовать какую-то деятельность. Ну, и слава Богу, когда мы понимаем, что деятельность должна быть устроена вот таким образом, сейчас, мы оставляем место в больших аудиториях для круглых столов. Потому что я не стремлюсь инсталлировать свои там, воззрения и представления в вас. Не собираюсь их нарезать ножом на вашем мозге. То есть, я говорю о том, что это предмет коммуникации. То есть, можно об этом договориться. И в том числе, когда вы будете сейчас об этом договариваться, я вам дам 10 минут, на то, чтобы рассказать, давайте не будем рисовать схему города, а рассказать то, что вы поняли из этой лекции друг друга. То есть, нарисуйте свои собственные представления о деятельности, используя схему мыслей деятельности. Я вам час рассказывал, а вы 10 минут, может быть, что-то сможете нарисовать, навести. Вот. Коллеги, закончим на этом? Да? Есть вопросы? Уточняющие по тому, что я говорил. Мне непонятно, что за чувачок стоит вверху пирамиду. Который? Шестой. Шестой. Нет, нет, нет. Вот в пирамиде нет. А вот этот, шестой? Можно его обозвать неким продакт-обнером или как-то так? Ну, смотрите, я еще раз говорю, что он, нет, на самом деле, это я первый раз так нарисовал, что он оказался наверху. Я обычно рисую это вот таким образом, то есть показываю, что это круглый стол. Они все равны между собой. То есть, и вот этот чувачок, он председатель Совета директоров в хорошей компании. То есть, он заинтересован в том, чтобы была коммуникация. Он обеспечивает коммуникацию? Ну, как обеспечивает? Ну, да, вот он просит, говорит, слушайте, вы тут не ругайтесь между собой. Давайте вот сохранять наш круглый стол. Он фасилитатор так. Он может быть, я говорю, вот в некоторых школах, например, он может быть предпринимателем. Потому что предприниматель – это тот, кто, собственно, ничего не вкладывает, а организует площадку. Деньги он берет в одном месте, идею в другом месте. Лучшие практики в третьем месте. Администратора в четвертом месте. И каждому потом деньги раздает, и себе забирает самую большую долю. Ну, то есть, это некий предприниматель, скажем? Ну, вот, я не знаю. Вот в некоторых представлениях в нашей школе такая фигура называется методолог, потому что он как раз обеспечивает междисциплинарный подход. Второй вопрос. Откуда? Теория тоже, да, из-за кружка про шесть. Шесть ролей коммуникации и управления. Откуда? Из вот кружка этого тоже, да? Вы знаете, в кружке не было, значит, что будет конкретно шесть. То есть, в кружке называлось позиции исследователя, методолога. Вот, ну, там был набор позиций определенный. Но самое главное, что было в кружке, это то, что Щедроицкий говорил, что на схеме не две позиции, их больше. А шесть это вы придумали? Я не придумал. Я просто посмотрел на ОРОК, посмотрел на Microsoft Solution Framework и увидел, что и там, и там шесть позиций. Ну, и мне показалось, что шесть это оптимальное число. Я примерно вот задал такие роли и сказал, что вот эти шесть позиции соответствуют вот этим ролям. Может быть их восемь на самом деле, может быть десять. Потому что, ну, видите, Венец сейчас немножко путает в том числе то, что, смотрите, у нас есть междисциплинарный взгляд со стороны научных дисциплин на объекты. То есть ведь когда у нас деятельность, мы ведь тоже можем на нее смотреть и с точки зрения физики, и с точки зрения биологии, и с точки зрения разных теорий управления, и с точки зрения психологии, и с точки зрения антропологии, и с точки зрения теории игр и так далее. То есть мы можем смотреть, опираясь на научные теории. С другой стороны, мы можем смотреть на деятельность, используя разные планы, которые мы выделяем. Функциональные, организационные, процессуальные и материальные. И с третьей точки зрения, мы можем смотреть на деятельность с точки зрения тех позиций, которые мы выделили в таком управленческом контексте. И это все удерживать очень тяжело. Может быть, это такие большие круглые столы, где люди должны выкладывать друг к другу свои представления о деятельности. А можете спросить? В ситуации, когда у нас не такая большая структура, не тысяч человек, а десятки всего, может быть, да? Десятки или десяток? Давайте, как два десятка. Чаще всего, какие-то функции с этих шести управляющих позиций совмещают люди. И достаточно часто человек может совмещать 4-5 позиций. Каким образом найти отражение в жизни? Он должен говорить, в понедельник я буду думать, как директор советского инвестора. Каким образом происходит такое растерение? И не мешает ли это работе? Не ведет ли это перекос? Может быть, он чувствует, что в директор всех это хороший, стоит ли не найти еще теспраксы и тканского фокуса? Понимаете, да? Да. Ну, смотрите, я думаю так, что вот это идеальная модель. То есть наверняка такую модель вообще в жизни собрать невозможно. И даже если мы в жизни там распределим всем роли и скажем, вы вот инвестор, вы там администратор, все равно не получится, люди свой фокус обычно не удерживают даже, ну вот, внимание. И я думаю, что проблему это решает то, что мы в конце концов можем собираться в большом помещении в каком-то и на деятельность смотреть не с точки зрения вот этих позиций, а так, как мы можем. То есть вот как у нас получается, мы так и смотрим. Ну, давайте все-таки сделаем этот эксперимент. То есть вот вы сейчас расскажете друг другу то, что вы услышали, то важное, что увидели в моей лекции, то, с чем уйдете. Коллеги, вы сюда присутите за столик. А можно ли еще объяснить, вот ваш главный посыл был в том, что смотреть на процесс с разных сторон или рефлексировать? Конечно, рефлексировать. То есть я просто утверждаю, что на процесс мы смотрим с разных сторон или рефлексировать. Задание такое. То есть перескажите друг другу мою лицу и нарисуйте ее. Показать за гейминг и исключение, то есть у чужих. Так, расскажи, как вы чунула, да, какая-то торец, но вы посмотрели, есть трудовозные? Как можно ли за гейминг? Влеченцы с гейминг. Если не учат, то есть и сам, то действует, что подействует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дактор субтитров Д Suz 마�Pro Так, кто начнёт? Ну давай, Серёжа, давай. Я правду просто, давай. Нам подвините, как я. Что, может быть, один тот же объект с разных градусов? Ну, причём к тому, что дальше выдаёт результаты. По-разному. Друзья, вы переходите с листочком. А, а там? Да. Кстати, вы ещё неудобно, если вы можете прописывать данные. Вот так, вот это чё. А, и выбирайте, если... У нас там не особо, да? Да, там не особо, а там не особо. Что вот этот рисунок воспринимается людьми, как сфера разрубленная плоскостями экономики, функции или ещё чем-то. Вот видите, это было яхлот, который нельзя. Его разрубили. Но можно смотреть на этот шарик, на этот шарик, и вот так. Либо это планета, и я смотрю с этой точки зрения, как солнышко. Отсвечаю вот эту часть. Мы понимаем вот этот образ. Смотрю с этой точки зрения, воспринимаю и эту образ. То есть каждый в своём сегменте области. Вот даже в этом моменте мы смотрим тут всё по-разному. Вот это главная мысль. Мне кажется, вот здесь не хватает чайпанчика. Да, да, да. Даже что-то неожиданно рисуют в таких цилиндрах. Это тянушка? Ну если это конусик, или таки, да, это вот я, я смотрю. То конусиком может быть, я не знаю, для объёма. Шикарно. Шикарно. И как же увидеть целый шарик? Вот мы до этого не дошли. А мы не дошли до этого шарик. А мы не знаем ответ. Как увидеть целый? Хороший вопрос. Нам кажется, что благодаря коммуникации, то есть этот чувак отсюда мне кричит, я вижу, что здесь океан, вся планета мокрая. А здесь я вижу сушу. Я буду сухая. Я буду сцена почитывать, как это пустой. Это победа. Бал-бал-бал методик. Короче, благодаря коммуникации люди рисуют общую карту на развернутую, развернутую, делают глобус. Всё, вот такая замута, что коммуницируйте, общайтесь, и всё у вас будет. Это глобус, чтобы свернуть. Это раскрытие. Это вот это рефлексировать надо. Рефлексировать надо. Когда свернёшь, потом у них всё так вот заклеишь, и должны будут собраться глобусик. Интересно, как это звучит. Так, это глобус, мы так, наоборот, стоим, да, здесь ходят всё? Да. Это так, что ли? Да, знаешь, что я в кабинете географии. Так, теперь, как вы поняли эту тему, расскажи так. А у вас, вроде, ниндзя или объёмная, спирическая такая съёмка? У нас, друзья, насколько так получилось, убежать. Убежать, у вас, бежать, у нас, бежать, у нас, бежать, у нас, бежать. Передите ещё на один стол, так же. Здесь же самые люди. Да. По-своему, спасибо. По-своему прояволе. Ну, пятоник, не дай мне, отдай это вам. Сидит. Привет. Да, да, да. Так. Так, хорошо. Что? Да, 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 хорошо. Мы на правильную, что вы сегодня знаете. Сейчас расскажите то же самое. Порчем, у Пуфур. Порчем. Вы, ты мой начальник. Вы, ты, 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 я, ты, я, ты, я, ты, я, вы, я, я, вы, я, вы, я, вы, я, вы, я. Запивайте. Запивайте. Ешь. Конечно, просто мы должны преобразовать исход за материалом здоровья, составить наши знания, средства, способности. И этот процесс может делиться на разные составляющие. Чтобы увидеть весь этот процесс, мы должны смотреть взгляд вверх. Один человек неэффективен, поэтому взгляд вверх будет за натул. А тут уже специально за натул. Шести шляп. Шляпа одна. Одна ролей было. Смотри, было четыре части, и шляпа была одна. Одна шляпа, шесть ролей. Это людей из стекла. СМЕХ Это шляпа клиента. Шляпа на огурец. СмЕХ Ну, здесь одна шляпа. Это большая шляпа, да? Шляпа инвестор, шляпа архитектор, и шляпа матери. СмЕХ Матери. СмЕХ Это методика СмЕХ Это методика СмЕХ Это крыло. Это крыло. Это крыло. И там. Интересно. Подожди. Я это значит крыло, которое состоит от растений и шлейфов. Дети и шлейфов. Чтобы все это те, чтобы видеть яд. У нас есть как раз шесть. У них здесь есть все рефлексы. Или выходы над процессом. Над процессом. Это как бы из разных частей. Они не в курсе. Вот именно потому что с ними видишь разрыв информации. 7% информации. Реальность есть. Да. А ты чего? И что надо делать? Они смотрят на процесс, входя за пределы. Это рефлексия. Ты объяснишь. Как бороться с тем, что 70% выходит и люди не понимают, о чем ты говоришь. Я не говорю. Тоже спокойно, я не знаю. Поговорила себя. Общей деятельности. Я не знаю. Нет, иногда с Востойчевом. Давайте узнаем, что это делать. А деятельность? Да. Мы ставим в центре четыре наших стола, круглый стол, и сядем в окно. Вы просто сам подъедете, если бы вы это не любите. Она в квадрате, которая выше там, она уже трёхмлевая. А машины, да? Да. Ну, чтобы нам... С временем... Хватит нам места, чтобы сесть в большой круг? В большой круг? В большой круг? Ну, большой прямогодний. Ну, нам надо сесть так, чтобы мы все друг с другом... Офигел. Начabouts. значит мы все игры такие которые мы проводим на предприятиях и вообще любой выход вот такой рефлексию мы заканчиваем таком рефлексии то есть когда мы говорим о том все по очереди что было важного что мы делали значит и с чем мы отсюда уходим то есть для меня это важно как получение обратной связи от вас да и в том числе считаю что это необходимая процедура которую всегда нужно производить при каком-то завершении определенного такта работы вот друзья ну значит правил такие что мы друг другу не перебиваю потому что это тоже такая минута славы для каждого у нас уже совсем мало времени осталось я думаю там по минутке по 2 каждый что-нибудь скажет и у нас уже уйдет полчаса есть предложение до волшебный маркер используют вещи берите начинайте для меня было очень важно то что я поставлю лекцию и голамина и материал пропустил благодаря тому что мы задали круглый стол я смогу услышать разные точки зрения на материал пропущены плюс подлиться тем что я кто нас последний часть и не рассказать все это остальные мне кажется по интересные вещи на все спасибо за него для меня было важно что мы получили информацию и только каждый ее понял то есть исходя из того какие у кого предметы объекты когда мы сели уже вместе обсуждать то есть кто-то это вот так кто-то чуть иначе то есть для меня было важно услышать мнение о таких ребят спасибо для меня было важно еще раз услышать про то что у каждого голове есть свой набор этих понятий то есть как бы мы часто про это забываем и на самом деле это очень сильно может мешать обычно там не просто в жизни и в работе и на самом деле в процессе его управления на самом деле мне очень мне очень понравился материал который был данный и мне показалось что почему ты вот это было больше чем потом ждали записи выставания я обязательно стараюсь перебарить записи сейчас готовы поставить это показать для того что действительно 70 процентов где-то заседает но хорошо что записи есть лично для себя очень важно я выделил то что чаще всего в жизни мы поднимаемся на отдельный уровень в лучшем случае интервью директорного поднимаемся и очень редко до уровня стратегического понимания до уровня мышления мы доходим и в очередной раз я какая-то очевидная истина но в очередной раз я понимаю что это проблема у многих и я не один и иначе с этим надо бороться и стараться устраивать свою жизнь в большим с большим срежеплоданием вот правильно это сделать устраивать себя все было очень интересно хорошая лекция спасибо информация понравилась для меня важно чтобы эта видеозапись не вышла за руки не очень структурированный человек сам по себе и схема довольно запутанная на самом деле я разберусь благодаря людям сокурсникам которые приходили рассказывать свой взгляд у меня как картинка дополнительно очень интересно еще раз повторяю последний шкурс гуляем очень веселый повторить и рисовать у меня тоже особо системное мышление не наблюдается тем не менее что для себя тактика это конечно прекрасно но стратегия это гораздо глобальнее и важнее и плюс очередное подтверждение в рамках обучения в британске что коллективное творчество и работа в группе дает более широкий взгляд на другой вопрос который уже не существовал и каждый человек может быть великолепным дополнением на первый взгляд может быть из другой области естественно но это будет очень небольшая сумма знаний в общем я хочу сказать что два года во-первых когда мы находимся в процессе рефлексии ну я нахожусь скажем для меня а в процессе рефлексии не рефлексии ради самого процесса а всегда важна цель к чему мы должны прийти и дальше вывод что в этом процессе очень важны правильные вопросы вовремя крайне заданные вопросы дает еще какое-то новое направление для мыслей спасибо спасибо что показали модуля которыми нужно пользоваться вот по сути дела чаще всего я задумываюсь об этих процессах но они у меня более скрытные а здесь но в широком спектре разными разными людьми спасибо здравствуйте на самом деле я очень люблю огромные объемы информации различные модели схемы и мне очень в голову резалось 70-30 отношений и тут я визуализировал в общем вот эта маленькая 30% информации которая идет еще и с какими-то искажениями коммуникации мне очень понравился момент когда все подходят что-то рассказывать и эти 30% расширяются там практически до 100 много точек зрения послушивающих получаешь очень много информации в основном более объективная спасибо ну в принципе в принципе все уже по-моему перечислили мне тоже очень понравилась прозрачность подачи информации ну я бы себя выделил то что топовый уровень более плотно связан ну уровень мышления на примере организации более связан плотно с производством продукта все остальное уже перечисляли я хочу сказать то что я тоже чуть-чуть опоздала когда посмотрела на доску то увидела вот эту кучу всего информации которую я бы не поняла вот но потом вы нам дали полчаса на то что мы пообщались и сейчас у меня есть как бы структура вашей схемы спасибо а вы расскажете я в конце расскажу спасибо спасибо что напомнили как бы да потому что процессы все эти они выстраивали наверное бизнес-процессов процесс сложный и структурирован в принципе сам по себе спасибо за попытку визуализировать ваши эти процессы чтобы зрительности да у ребят были классные концепции визуализации посмотрела на них тоже с другой немножко позиций даже задумалась как это потом применить в практике пытаться объяснить и может быть даже поиграться как же вещи на работе спасибо было полезно узнать и интересно что в Советском Союзе были мыслители системы то есть было приятно с ними познакомиться ну прикольно еще раз услышать о том что мы все разные что у всех как бы свой подход к какому-то мышлению о том что при работе в команде там в коллективе нужно задавать какую-то точку отсчета чтобы все понимали как бы что речь идет об одном и том же чтобы как бы все понимали откуда стартовать ну и собственно говоря что важно как бы вот этот взгляд с разных сторон как бы на вещи как бы чужое мнение то есть чтобы использовать его как бы и видеть под разным угломом процессы одни и те же которые красные линии проходил через всю лекцию вот есть наверное о ней хороший плохой хотел сказать с точки зрения мне даже сказал бы не плохого а с точки зрения с точки зрения что вы рассказали дальше вот это действительно очень интересно особенно про уровень процесса разделение деятельного и управленческого уровня выход на мыслительный уровень и очень хорошая мне очень понравился очень полезный вот объект ну я не помню не знаю как как она правильно называется но вот этот объект ориентированная доска на которой собственно где мы видим паттерны и шаблоны которые есть у каждого человека они абсолютно разные и сходя из этих паттернов шаблонов складывается процесс вот и исходя из того шаблоны процессы люди представляют по-разному такой такой взгляд для меня лично было очень полезным за это огромное спасибо интересная лекция и я жалею что об этом первую часть из-за чего не пристал картинку я сегодня понимаю полезное для себя выявил то что действительно многие понимают которые имеют представление о каких вещах совершенно милая чем моё я это представляю это является таким моментом который регулировать конфликты непонимание обществе и прочее все спасибо вообще очень трудно что я думаю по белому он думает по черному он думает по красному давайте присутствовать с этого много чем нам есть давайте у нас были две девушки которые хотели сказать не разговаривать да слились а вот вот одна из них я знаю я все гусите зеленую но на самом деле уже ребята сказали абсолютно все хочется добавить что оказывается сегодня не все оказывается я занимаюсь на работе повторно у нас в организации в конкретном нашем деле мы применяем вот такой кружок 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 спасибо что еще раз напомнили про вторую не я не как у вас такая хорошая организация скажите какая а чем вы занимаетесь я креативный менеджер спецпроект а занимаетесь вот что делать а не сама тайна коммерческая тайна на самом деле это не коммерческая это ни для кого тайна не коммерческая твои черные дела друзья это очень важно выкладывать потому что тогда остается место для творчества на самом деле я очень часто в работе пытаюсь в своей половине стать на месте как в своем почеренном и своем начале в разных ситуациях но тем не менее я считаю что все равно нужно в этом коммуникация дороже и лучше выслушивать свои другие чем установить со мной и в истории человечества и в семидесятые или в большом кабинете смогут договориться друг с другом как они будут работать друг с другом как они будут командовать друг другом вообще можно к станкам подпускать 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 и конечно это все проверялось в играх и выяснялось у каких-то людей и не только к людям и к станкам нельзя подпускать им надо идти учиться разговаривать тоже разговаривать потому что мне иногда тяжело разговаривать даже на русском языке друг с другом то есть и выслушивать друг другу тяжело это вообщем в играх мы можем такие вещи моделировать для меня 2014 очень живое такое jadi мне всегда очень где я ищу где мы не были первыми все это не обязательно открыв это заново можно достаточно посмотреть что те же брейнсторминги придумали в компании, в рекламной ББДО, знаете, в ББДО, вот, и, в общем, они давно уже существуют, но есть люди, которые говорят, что мы их придумали, и это тоже очень хорошо, потому что мы можем посмотреть, когда в истории возникло вообще это, сесть вместе и начать о чем-то размышлять, вот, и самое главное, что я хотел сказать, что, конечно, существует белое пятно, по сути дела, где каждый из нас может себя попробовать, такая дисциплина сейчас называется систем дизайн, то есть, если есть системный взгляд на вещи, если мы понимаем, что мы смотрим на один и тот же объект из разных точек зрения, видим в нем, кто структура, кто процессы, кто только роли, кто видит это все чуть-чуть, но смутно вместе, значит, должны быть какие-то рисунки, которые нам позволят это все описывать художественно, ну, художественно, или там, визуально, или в знаках, то есть, вот эта дисциплина, она сейчас открыта, по сути дела, и только развивается, то есть, мы вот находимся на острие исторического процесса. Ну, у меня, к сожалению, да, одна только у вас лекция. Тогда это вообще ни о чем, простите. Ну, это, так скажем, введение в системный подход. Вот, ну, зато вы можете, я говорю, посмотреть хотя бы у меня на фейсбуке, какие есть. А, ну, как-то вам и с одной учетой. Да, да. В литературе, например, я хочу, чтобы нам что-то советую. Да, конечно. И наши друзья вы выложили это, ну, как продолжить это вообще, и что дальше? Конечно. Спасибо. Вот, ну, собственно, мы на этом закончили. Лиля, наверное, не просто так приходила, хотела вас где-то забрать. Да, спасибо. Вкусно, ну, да. Да, очень мало. Я просто как раз хотел узнать, что наверняка существует не только по этой связи с инструкторами технологии, да, стоящего с ней отлично, хотя бы узнать, как это случилось. Судьбутин, у меня есть карта системных подходов, может, пойдемте. Вы с тобой учили? Я просто ужасно не специален, на самом деле. Меня пытались добавлять, я и с фейсмаром тащили. То есть я с удовольствием бы вам написал, если нет такого условия, добавляться в друзья. У меня все равно так, я просто... Я могу. Наверное, адрес оставить. Я, конечно, не пришлю, благодарю за внимание. У меня это все равно. Спасибо.